Внешний дом еще хранит следы пожара. Подпалены на фасаде разбитые стекла, но внутри уже кипит работа. Строители возвращают его к нормальной жизни. Глава Сочи вместе с жителями прошел по всем этажам и отметил, сбоев по графику нет. Сегодня на четвертом и пятом этажах, где уже очищены от нагара коридоры, к работе приступили отделочники. Параллельно электрики тянут новую проводку. Ее подведут ко всем квартирам, даже к тем, что не пострадали от пожара. Анатолий Пахомов отметил, дом будет отремонтирован капитально. Надо сделать полностью проводку, поменять, раз уже так случилось, значит полностью сделать инвентаризацию водопроводной сети и канализационной. И все это отремонтировать. Это первая задача. Вторая задача полностью места общего пользования, коридоры ваши. Их тоже все по всему дому привести в порядок. Жители дома, которые решили остаться и не ехать в пункт временного размещения, постепенно приходят в себя. И помощь в ремонте для них лучшая форма поддержки. Спасибо большое, конечно, вам за такую помощь, за то, что вы все организовали. Капитально будут отремонтированы шесть квартир, те, которые выгорели полностью. Еще 15 комнат пострадали от задымления. Там проведут косметический ремонт. В коридорах уложат линолеум, но только после того, как жители уберут из прохода в свои шкафы. Кстати, именно такие импровизированные кладовки оказали хозяевам в день пожара медвежью услугу. Быстро загорелись и мешали эвакуироваться. Глава Сочи распорядился. Управляющая компания должна проконтролировать процесс и появление таких конструкций впредь не допускать. Организация, которая взялась за управление, не должна этого допускать. И не было у вас и пожарных здесь инструментов для тушения, и многие другие вещи. Поэтому, повторяю еще раз, чем быстрее вы сегодня решите все вопросы жителям, тем меньше у вас будет ответственность. Поработают строители над внешним обликом дома. Уже демонтирована надстройка, с которой, собственно, и начался пожар. Только в первые два дня строители вывезли отсюда 30 тонн мусора. Полностью обновлена кровля. После того, как здесь будет уложен асфальт, мы выставили в им леса для того, чтобы торец здания привести в порядок. И те места, которые у нас подгорели на фасаде, мы все это закрасим. И, кроме того, фасад будет дополнительно утеплен. Глава Сочи еще раз подчеркнул, срок на выполнение всех работ – 14 дней. А тем жителям, которым ремонт приносит неудобства, Анатолий Пахомов предложил все-таки воспользоваться предложением властей и переехать во временный пункт размещения. Он развернут в пансионате Нева. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.